Здравствуйте, дорогие литераторы! Я рада приветствовать вас на канале литературного клуба «Маяк». К сожалению, это завершающее видео этого учебного года. Я очень рада, что смогла помочь некоторым подготовиться к ЕГЭ по литературе в этом учебном году. Не все успела реализовать, но очень рада, что часть материалов увидела свет и смогла как-то помочь вам подготовиться к этому сложному экзамену. До ЕГЭ по литературе осталось буквально пару дней, и я решила сделать такое большое видео, в котором расскажу об особенностях литературы Серебряного века. Начнем с того, что Серебряный век отличается от Золотого века. Он не хуже, не лучше, он просто очень сильно отличается. Напоминаю, что Золотой век — это период I-III XIX века, и в Золотой век у нас входит творчество Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Серебряный век — это буквально первые 15 лет XX столетия, то есть это не целый XX век, а только самые яркие где-то два десятилетия. Точных рамок Серебряного века нет, потому что разные исследователи по-разному как-то выделяют этот период. Но это 1910-1920, вот так. В этот период времени творили самые яркие поэты-писатели Серебряного века. Но в основном, конечно, была поэзия, потому что очень много исторических событий было, много потрясений в мире, и именно малые жанры тогда развивались. Если XIX век у нас связан с развитием романа, и особенно в реализме, то есть во второй половине XIX столетия, то Серебряный век как раз славится именно малым жанром. Конечно же, из-за того, что это уже совсем другой период, совсем другая историческая эпоха, которая следовала после рубежа веков, напоминаю, что рубеж веков — это творчество Чехова, Бунина. И отчасти Горького, потому что в конце XIX века он творил, у него есть романтические рассказы, потом он уже начал, точнее, продолжил свое творчество в XX веке. Чехов и Бунин у нас реалисты, но очень сильно отличающиеся от писателей второй половины XIX века, поэтому их немножечко отдельно ставят. Бунин вообще говорил, что он не причастен к Серебряному веку, но в его произведениях есть вот что-то пограничное между реализмом и уже модернизмом, то есть направлением XX века, а в модернизме мы уже будем выделять различные течения. Часть произведений Бунина импрессионистически. Еще у нас Тючев работал в этом направлении, в рамках этого направления. Бунин тоже продолжил. Самое яркое импрессионистическое произведение — это рассказ «Антоновские яблоки». Напомню, что особенность импрессионизма заключается в том, что используются запахи, вкусы, полутона, нет конкретно каких-то цветов, есть именно полутона, тени, полутени. И это именно мгновение. Цель импрессионизма — передать ощущение, чувство, переживание в одно мгновение. И вот в произведениях Бунина есть и реализм, и импрессионизм. Есть отдельные импрессионистические произведения, отдельные реалистические. И есть произведения, в которых оба направления развиваются. Поэтому произведения Бунина достаточно сложны. В кодификаторе всего два произведения — это «Господин из Сан-Франциско» и «Чистый понедельник». «Господин из Сан-Франциско» — это о катастрофичности бытия. Обратите внимание, что в этом произведении кольцевая композиция, и она служит для передачи идей, как раз для того, чтобы показать развитие безнравственности, потерю нравственных ориентиров людей в тот период времени. Хоть и произведение написано до революции, до гражданской войны, все равно Бунин уже ощущал в начале XX века, что грядут перемены, и эти перемены не будут положительно влиять на духовность людей. Как мы понимаем, кровопролитие, обесценивание человеческой жизни — все это выходит на первый план в поэзии Серебряного века. По этой же теме у нас поэма Блока 12, потому что там убили Каську, и никто не понес за это наказание. Блоку очень важно было показать это обесценивание личности человека, обесценивание его жизни. А когда мы начинаем обесценивать жизнь, то начинает твориться мракобесие, не хватает только волонтона патриарших. Главное, чтобы вот такие причинно-следственные связи могли выделить, потому что на основе этого как раз мы делаем 6 и 11 задания ЕГЭ по литературе. Поэтому сразу запоминайте вот эти тематические рубрики. Но вернусь к рубежу веков. Творчество Чехова. Чехов был лаконичен, у него нет резко положительного, резко отрицательного, он не получает, он не дает ответы. На каждый плюс у него есть минус в произведениях. То есть он рассчитан, он рассчитывает на интеллектуального читателя, который сам сможет сделать выводы. И поэтому произведения Чехова наиболее интересны. Они немножечко выбиваются из литературы 19 века. Он все еще реалист, но мне сейчас кажется, что просто не смогли выделить его творчество отдельно, то есть не смогли придумать какое-то отдельное наименование, поэтому он реалист. Но мы понимаем, что произведения Толстого и Чехова очень сильно отличаются друг от друга. Но в ЕГЭ мы пишем, что это реализм. К сожалению, в Кодификаторе не самые интересные произведения Чехова. Там что-то злободневное, более простое, но рассказы Чехова и его произведения не такие маленькие, как, например, «Смерть чиновника» или «Толстый и тонкий». Произведения более глубокие, вообще безумно интересные. И при внимательном анализе можно увидеть другие слои сюжета. И в этом весь Чехов. Если говорить о его драматургии, мы можем вспомнить такое литературоведческое понятие, как «подводное течение». Когда будете анализировать «Вишневый сад», обязательно используйте это понятие. Оно заключается в том, что... Точнее, его смысл заключается в том, что за внешним сюжетом есть еще и внутренний, потому что внешний конфликт в произведениях Чехова вообще не имеет никакого значения. И он новатор в драме. Есть такое понятие «новая драма Чехова». Это, конечно, не сам Чехов придумал, еще за рубежом, в тот же период времени примерно это развивается. За рубежом это Ипсон, да, новая драма Ипсона. А во русской литературе это Чехов. Поэтому драматургия Чехова известна во всем мире. Он вот следовал вот этим европейским традициям. И во «Вишневом саде» мы даже не видим ни «Вишневый сад», ни «Торги», потому что внешний конфликт не важен. Важно значение этого «Вишневого сада», переживание героев по поводу его продажи. И в этом как раз заключается подводное течение. Еще очень важное понятие касательно произведения Чехова «Вишневый сад» — это диалог глухих. Если вы внимательно прочитаете хотя бы фрагмент произведения, вы увидите, что герои не отвечают на вопросы, которые им задают. У них внутренний вот этот монолог, они думают о чем-то другом, и благодаря ремаркам мы понимаем это. И поэтому они друг друга не слышат, но все равно готовы помочь, когда это требуется, вот разделить эти переживания. Но вот один из таких важных элементов, важных характеристик произведения «Вишневый сад» — это диалог глухих. Что касается еще особенностей прозы и драматургии Чехова. Бессюжетность. Он показывает что-то обыденное, максимально обыденное. Ему не нужно выстраивать определенным образом действия, чтобы вот где-то у камина герои начали говорить. Нет, они начинают говорить о чем-то серьезном, как обычно это в жизни бывает, в вообще не самый подходящий момент. И поэтому произведения Чехова кажутся даже более реалистичными, чем произведения других писателей 19 века. И особенно я хотела бы вам порекомендовать прочитать «Даму с собачкой», «Дом с мезонином» и «Душечку». Очень интересное произведение, очень глубокие. Вообще у Чехова каждое произведение — это такой очень интересный отдельный мир. И когда мы каждый раз читаем, это разные произведения. Но не надо обманываться и думать, что из-за того, что произведения маленькие, они проще. Чехов, наоборот, очень насыщен. Там концентрировано все. Там буквально три странички, но в этих трех страничках столько изложено, там столько различных отсылок и аллюзий, что приходится много-много раз перечитывать, чтобы хотя бы отчасти понять то, что хотел передать Чехов. Но мы понимаем, что никогда не сможем точно сказать, что же хотел передать автор. Плюс наше восприятие немножечко по-другому работает, да. Даже если мы в голове представляем какой-то конкретный образ, как бы подробно мы его ни описывали, человек представит этот образ совсем другим. Мы не сможем передать конкретно образ из нашей головы. И поэтому и литература, безусловно, очень субъективна, но тем она и интересна. Это что касается рубежа веков. Теперь вернемся к Серебряному веку, да. В модернизме, как направлении 20 века, по крайней мере, первой части, очень большой части 20 века, мы выделяем несколько течений. Основные течения – это символизм, акмиизм, футуризм и иммажинизм. Но у нас есть еще импрессионизм и экспрессионизм. Про импрессионизм я уже рассказывала, когда говорила о поэзии. То есть, чего, плюс и сейчас пару слов сказала. Надо еще вам рассказать о экспрессионизме. Вообще, произведений экспрессионистических в кодификаторе нет. Но, я думаю, вы изучали рассказы Леонида Андреева. Они чисто экспрессионистские. То есть, это вот крик души, это что-то безумно яркое, эмоциональное, какая-то кульминация. То есть, да, экспрессия именно духовная. В экспрессионизме заложена идея субъективности. Основными средствами являются гротеск, гипербола и контраст. То есть, это что-то до нельзя яркое. И если это боль, то она всеобъемлющая, всеобъемлющие страдания, отчаяния. Можно было бы сказать еще и про радость, но, как мы понимаем, там радости не будет. Вот, то есть, в основном, это что-то, какое-то очень неприятное чувство, масштабированное до Вселенной. Потому что внутренний мир человека очень сильно расширяется в литературе. Для того, чтобы понять, что такое экспрессионизм, можете прочитать небольшой рассказ Леонида Андреева «Ложь». Вообще, конечно, у него очень много рассказов есть таких. На грани реализма и экспрессионизма. Ангелочек. И очень интересное произведение у него, рассказ о семи повешенных. Но он, по-моему, реалистический. То есть, Леонид Андреев, так же, как и Бунин, творил как бы на стыке нескольких направлений. Вообще, сложно творчество одного писателя как-то ограничивать сильно. Мы, как литературоведы, с вами это делаем, но мы должны понимать, что это только для какого-то регламентирования, для того, чтобы правильно писать тестовую часть. Но на самом деле, творчество каждого писателя намного шире, чем рамки какого-то направления. Теперь я вам расскажу об основных течениях Серебряного века. Первое, самое большое, самое долгое, распространенное течение – это символизм. С символизма все началось. После реализма, конечно же, это очень такое контрастное течение, потому что символисты вернулись к такому двоемирию, потому что те исторически тяжелые периоды в жизни страны заставляли людей уходить от реальности. И символизм характеризуется как раз описанием чего-то трансцендентного, то есть того, что мы не можем представить. Естественно, это не объективная передача действительности, это, наоборот, уход в какие-то более высокие миры, которые поэты во своих произведениях и создавали. В символизме слово – это символ, то есть у слова есть бесконечное количество смысла. Символ – это многозначное понятие. И у каждого поэта, каждое слово, каждый цвет может иметь свое определенное значение. Например, чтобы проанализировать стихотворение Блока, нужно прочитать несколько монографий о том, как вообще в его творчестве можно характеризовать цвета. Синий, да, этот цвет ночи, ухода, чего-то неприятного. Роза в символизме, например, может быть, совсем не розой. И вот из-за того, что символисты уходили от действительности, часть символистов перешла в акмеизм. Это было на вечере Вячеслава Иванова в башне, там, где литераторы читали свои произведения. И когда Вячеслав Иванов и другие старшие символисты, а у нас символизм делится на два течения – старшие символисты и младшие символисты или младшие символисты. Когда старшие символисты немножко начали критиковать произведение Гумилева «Блудный сын», по-моему, Гумилев встал, сказал, что больше не хочет в этом участвовать, собрал своих друзей и ушел. И как протест, как реакция на метод символизма появилось течение акмеизм. Акме – это вершина. Акмеисты сами себя так назвали. В число акмеистов входят Гумилев, Мандельштам и Ахматова. Ну, еще несколько поэтов, но они нам не так важны. В истории литературы они, конечно, имеют большое значение, но для ЕГЭ они нам с вами не нужны. Из этого можем сделать вывод, что акмеисты начинали свое творчество, как раз будучи символистами. Но в какой-то момент они решили, что роза – это роза, и ее надо так называть, потому что она сама по себе прекрасна, и не надо никаких дополнительных значений использовать для того, чтобы передать новые смыслы. Если мы вспомним произведение Блока, например, «Вхожу я в темные храмы», это все настолько метафорично, настолько символично. На самом деле, если быть совсем честными, произведение символистов нельзя раскладывать на средства выразительности, потому что там любое слово – это символ, но мы с вами в учебных целях этим занимаемся. То есть там каждое слово – это определенный символ, и все употребляется в переносном значении. А вот если мы вспомним произведение Ахматовой, мы увидим, что там, во-первых, есть какая-то сюжетность, диалог, акмеизму присущ диалог, и там даже метафора иногда нет, то есть они могут ограничиваться только эпитетами. Например, «Жала руки под темной вуалью, отчего я сегодня бледна? Оттого, что я терпкой печалью напоила его да пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я бежала, перил не касаясь. Я бежала за ним до ворот» и так далее. Да, известное произведение Ахматовой – сюжетность, диалог, то есть она как будто бы кому-то это рассказывает, да, и вообще там диалог с героем будет, что он ей потом говорит. «Не стой на ветру». То есть этот разрыв между людьми, и мы понимаем, это о любви, об отношениях, возможно, об их отношениях с Агумилем, потому что Ахматовой и Агумилем были женаты. И здесь нет ни одной метафоры, здесь каждое слово в своем конкретном значении. В Акмиизме слово – это название вещи, то есть если это роза, это роза. Все, по-другому быть не может. Акмиисты не принимали возвышенность и изысканность символизма, потому что им казалось, что это уход от реальности. В Акмиизме, наоборот, у нас четкость, выверенность и внимание к мифологии и классике. Очень много акмиистических произведений, либо с какими-то мифологическими образами, либо с обращением в прошлое. Ахматова, например, считала себя преемницей Пушкина и говорила, если Пушкин был поэт, то и я поэт. Поэтому Ахматова мы поэтессой не называем, она поэт. И очень много произведений есть, которые как раз обращены именно Пушкину. Плюс они оба учились в царско-сельском лице, и вот Ахматова так себя ощущала. Это вот основные течения, и очень много произведений из казификатора, как раз либо Блока, да, Блок был символистом, младшим символистом, либо Ахматова, Гумилёв, Мандельштам. Это три основных вот акмииста. Их произведения мы с более объективной точки зрения рассматриваем, но мы должны понимать, что там отражается эпоха. У Ахматовой много про родину, много о том, что эмигранты её покинули, да, не с теми я, кто бросил землю на растерзание врагам. Вот это стихотворение есть в кодификаторе. У Блока очень много про родину, да, стихотворение «Россия». У него есть ещё произведение о прекрасной даме, да, цикл произведений Блока. Но, пожалуйста, не думайте, что это о конкретной женщине. Прекрасная дама у Блока — это более сложный образ, это душа мира, это вселенная, это добро, милосердие, всё в одном образе. У него тоже были очень сложные такие любовные отношения с Любовью Менделеевой, дочерью, по-моему, дочерью Менделеева, который создал вот эту замечательную таблицу, которую мы все знаем. Есть много версий. Сначала появился образ «Прекрасная дама», а потом Блок познакомился с Любовью Менделеевой или наоборот, но это даже не важно. Конечно, большая часть произведений посвящена именно его жене, но образ сам намного сложнее. Но потом, когда они расстаются, когда вот этот идеальный образ уже перестаёт существовать, Блок немножко разочаровывается, и, например, произведения в ресторане или незнакомка уже более приземлённые. Там приземлённый женский образ. Вот это тоже надо учитывать. То есть здесь вот эти вот причинно-следственные связи. Если вхожу я в тёмные храмы, это о «Прекрасной даме», то в ресторане и незнакомка это уже немножко другой образ, другой женский образ, уже более сложный с точки зрения разочарованного лирического героя. Ещё одним ярким течением в Серебряном веке является футуризм. И, конечно же, главный футурист из «Я Руси» у нас Владимир Владимирович Маяковский. Что касается его творчества, надо обязательно помнить, что Маяковский писал не только в силабо-тонической системе стихосложения, но и просто в тонической. То есть у него акцентный стих. Самое яркое его произведение с акцентным стихом – это «Лилечка». Да, послание «Лилечка», и там акцентный стих. Мы там не можем определить размер, потому что не в той системе стихосложения он писал. Он писал в более архаичной, и у него там просто вот акценты смысловые какие-то, то есть только ударения. И, да, естественно, это связано с его знаменитой лесенкой. Что касается характеристики футуризма, мы можем сказать, что это бунтари, что это люди, которые хотели убрать все старое, построить что-то новое. Маяковский очень восторженно принял революцию 1917 года, да, но потом разочаровался в ней. Как бы советская власть не пыталась показать, что Маяковский – это советский поэт, все равно Владимир Владимирович Маяковский понял, что все не так, как он думал. И мы знаем, что он покончил жизнь самоубийством, он застрелился левой рукой. Маяковский – переученный левша и переученный художник. У него художественное образование, он был в колледже, в технике, по-моему, зодчества, вот, он очень хорошо рисовал и рисовал плакаты в Москве. У него была еще и своя выставка, но вот где-то к 40 годам у него был и творческий кризис, и в личной жизни у него было что-то не так, и разочарованность в революции. То есть очень-очень много причин было самоубийству Маяковского. Мы не можем говорить, что это только из-за революции, естественно. По поводу этого очень хорошо сказала Марина Цветаева. Маяковский человек очень долгое время убивал Маяковского поэта. И вот Маяковский поэт убил Маяковского человека. Что это значит? Что из-за революции, из-за новых вот этих идей, из-за просто восприятия творчества Маяковский очень много энергии тратил на то, чтобы быть советским поэтом. Первое его произведение, если прочитать, он говорит, любимому Владимиру Владимировичу Маяковскому или Я. Но потом его Я превратил в 150 миллионов, так называется его поэма. Да, по количеству жителей Советского Союза. Ну, сначала РСФСР, потом Советского Союза. Но мы понимаем, что он просто, возможно, питал иллюзии какие-то. Он хотел верить в то, что будет все намного лучше, но как получилось, мы с вами, думаю, знаем. В любом случае, он был разочарован, и если бы его жизнь была такой прекрасной и замечательной, он бы вряд ли совершил самоубийство. Его терзали критики организации РАБ, все время пытались в его произведениях найти что-то не связанное с идеологией, как-то его в чем-то обвинить, а творческий свободный человек не мог с этим смириться, как бы он ни пытался. Естественно, это очень сильно влияло на него. Но в его произведениях мы видим и сатиру, например, про заседавшиеся о бюрократии, о этих мелких чиновничьих делах. Очень яркое произведение, которое есть в кодификаторе, это поэма «Облако в штанах». Вообще, поэма называется, на самом деле, «Тринадцатый апостол». Но критики подумали, что тут что-то про антихриста и так далее, и предложили ему как-то по-другому назвать произведение. Он просто взял одну из фраз с текстами и назвал «Облако в штанах». Тоже такое чисто футуристическое произведение, потому что он говорит «Долой ваше искусство, долой вашу любовь, долой вашу религию, долой вашу власть, точнее, долой ваш строй». По хронологии чуть по-другому. «Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой вашу религию, долой ваш строй». То есть это вот четыре «Долой». Просто выпад против общества. И вообще манифест футуризма — это пощечина общественному мнению. То есть это были люди такой авангардной направленности, бунтари, очень яркие люди, очень творческие, потому что большая часть футуристов были еще и художниками, например, братья Бурлюки. Это люди, которые не принимали традиции, это люди, которые экспериментировали с языком. Во футуризме слово — это звук. И у нас есть кубофутуристы, есть эгофутуристы, есть еще отдельные группировки. То есть это вот в разных городах, как-то вот они по каким-то общим взглядам на искусство собирались. И у нас в Москве это кубофутуристы, и группировка «Гилея» в Петербурге — это эгофутуристы. Есть еще отдельная центрифуга, в которую входил Пастернак, Мизанин поэзия, там Шершеневич и Большаков. Маяковский у нас был кубофутуристом. В эгофутуристах у нас Игорь Северянин. Отдельно у нас творчество Пастернака стоит, да, таким особняком, потому что тоже очень сложно выделить что-то конкретное. Марина Цветаева вообще, например, ни в одном из течений не была. Пастернак, я думаю, тоже ближе именно к обособленности, потому что тяжело в их творчестве конкретное какое-то направление или течение найти. Они просто творили, им было абсолютно все равно на то, какие там рамки, какого направления или течения. Последнее, о чем я скажу, это течение под названием «иммаженизм». В «иммаженизме» слово — это конкретный образ. Например, мазь в основном ассоциируется с родиной, то есть это вот именно метафоричность какая-то. Есенин был иммаженистом, но он был и представителем деревенской поэзии. Вообще иммаженизм просуществовал всего пару лет, в принципе, так же, как и акмиизм, но акмиизм из-за ярких поэтов был намного ярче, потому что у нас много поэтов, знакомых оттуда осталось. Есенин же был звездой иммаженизма, и сколько там был Есенин, столько было и иммаженист. Потом Есенин оттуда ушел, как-то все развалилось, потому что это были просто отдельные небольшие группы поэтов. И опять же, из-за того, что мир менялся, и смещались ориентиры, люди пытались сами понять, где добро, а где зло, было очень сложно какое-то большое направление выбрать и идти по определенному одному пути. Все по-разному воспринимали и революцию, и смену власти. Кто-то... Естественно, мы знаем, что советская власть притесняла творчество, искусство, там было все четко, рекламентировано, писать по-другому нельзя было. И многие не выдерживали просто. Кто-то уезжал, то есть эмигрировал, кто-то оставался и писал в стол, как, например, Ахматова. Ахматова одна из немногих. Представительниц Серебряного века, кто умер своей смертью. Это говорит о том, что, конечно, она очень сильная личность, но многим поэтам, если даже не всем, было очень тяжело в советский период истории России, потому что они не могли быть свободными. Как сказал Мандельштам, одних заставляли писать, одних заставляли молчать, других убивали. И знаете, из-за... Меньших зол не было в этой ситуации, потому что истинный поэт не мог молчать. И уж тем более он не мог писать так, как ему говорят. Но им угрожали, и люди на самом деле не могли ничего с этим сделать. Вот. Ахматова дожила до того момента, когда стало все более свободно, когда ее потом уже... Многих начали уже после смерти печатать, естественно. И Ахматова появилась только в этом период оттепели. Но ей там выделили небольшую дачу, еще что-то. А в основном, конечно же, жили они все очень бедные. Гумилева расстреляли, как белогвардейцы, а сына Ахматовой и Гумилева, Льва Николаевича Гумилева, держали в тюрьме 12 месяцев. Нет, не 12. 17. 17 месяцев. И об этом как раз поэма Ахматовой реквием. Там о человеке, о матерях, о людях притесненных. Реквием не вообще записывали очень долго, его передавали из уст в уста, потому что если бы кто-то из каких-то специальных служб нашел, то всем бы не поздоровилась. Поэтому учили наизусть поэму и просто рассказывали на каких-то тайных собраниях. И долго, конечно же, не выходила в свет эта поэма, потому что она рассказывала о том, что пришлось пережить этим матерям, когда они ждали своих сыновей. Гумилев потом еще и, по-моему, был в лагерях, но он вернулся, выжил. Выживали немногие, потому что там и цинга, отсутствие, естественно, какого-то нормального питания, здоровья. Просто люди от истощения умирали в тюрьмах и в лагерях. Эта тема потом продолжится в творчестве Солженицына. Солженицын был известен во всем мире. Как раз своим произведением, повестью «Один день Ивана Денисовича», потому что люди увидели впервые вот эти вот политические лагеря. Но потом Варлам Шаламов сказал, вот Солженицын был в политическом лагере, а я был в уголовном лагере, поэтому его описанный им лагерь кажется мне санаторием. Да, уголовный лагерь — это совсем что-то другое. Варлам Шаламов вообще считал, что нет ничего, что бы позволило человеку остаться человеком в уголовном лагере. В политическом лагере мы понимаем, что там были ученые, интеллигенция, люди не то чтобы более нравственные, духовные, но, возможно, люди, которые... которым нужно было бы дольше, больше времени на то, чтобы как-то измениться, стать бесчеловечными. А в уголовных лагерях были люди, уже сбившиеся со нравственных ориентиров. Конечно, очень сложно вообще говорить на эту тему, но мы должны понимать, что 20-й век был веком потрясений. Бунин это начал уже чувствовать, и Чехов тоже в своих произведениях как раз чувствовал вот эту смену. Но вообще «Вишневый сад» это о прошлом и будущем России. Прошлое, естественно, что все дворянство уже обеднело, дворянские гнезда разрушаются. Даже Тургенев об этом писал, да, в своем романе «Дворянское гнездо» и так далее, даже в других тоже произведениях, когда он говорил о дворянских семьях. Хорошо, что Чехов до многого не дожил, он в 1904 году умер. Несмотря на то, что Чехов был врачом, он все-таки умирал от туберкулеза, сам себя он особо не лечил, но всем другим людям очень сильно помогал. Было очень тяжелое время, Горький потом стал председателем Союза Советских Писателей и пытался как-то помогать другим поэтам и писателям. Он сам выбивал у Сталина разрешение для Блока, чтобы Александр Александрович выехал и в Финляндии его как-то смогли вылечить, но когда разрешение было получено, Блок уже умер. Тоже у него была болезнь легких, не помню, то ли туберкулез, то ли вот что-то такое. Когда Горький был в Соловках, в лагере политическом, по-моему, политическом лагере, но могу ошибаться, там всех принарядили, принесли им книги, сделали видимость того, что люди там хорошо живут. Горький чуть было не поверил, но кто-то из толпы сказал «Откройте глаза, пожалуйста, посмотрите, что-то на самом деле происходит». Кстати, напоминаю, что Максим Горький это псевдоним, на самом деле он Алексей Максимович Пешков либо Пешков. Здесь еще наука не пришла к общему мнению. Но в произведениях мы пишем просто Максим Горький либо М. Горький, потому что это псевдоним. Ахматова тоже это псевдоним, на самом деле Анна Андреевна Горенко. Ахматова — это фамилия бабушки Анны Андреевны. Ахматова потом еще два раза была замужем, Гумилев тоже был женат, ну у него там была другая возлюбленная. Но после того, как Гумилева расстреляли, именно Ахматова занималась тем, чтобы его произведения печатали, и она всегда считала себя вдовой Гумилева. То есть у них была очень духовная связь, в отношениях у них в семье было все очень-очень плохо, а если посмотреть с точки зрения современной психологии и гармоничных отношений, то вообще можно с ума сойти. Но это творческие люди, и быт их очень сильно угнетал, и даже рождение сына никак не скрепило их отношения. Ахматова говорила, что Гумилев всегда был холостяком, и да, с этим уже ничего не сделать, но Ахматова его таким принимала, и возможно они не были самой счастливой и прекрасной супружеской парой, но они были вдохновением друг друга, и поэтому у них была особая духовная связь, и неважно было с кем в отношениях они были, потому что вот это навсегда их судьбы соединило. В общем-то Серебряный век русской литературы был очень ярким, очень интересным, и мы просто должны быть счастливы, потому что эти произведения дошли до нас, Ахматовы буквально несколько десятилетий назад начали нормально читать, и Маяковского тоже не всего могли прочитать. Произведения очень интересные, и если сейчас вам их приходится читать как-то быстро, и смотреть эти заезженные анализы, то когда вы сами уже захотите, прочитайте их просто для души, для того, чтобы окунуться в этот прекрасный мир литературы. Надеюсь, что летом мы с вами будем видеться уже на более таких литературных, более глубоких встречах, потому что летом я очень хочу сделать серию выпусков, которые вообще не касаются кодификатора ЕГЭ, то есть то, что не регламентировано, и то, что более творческое, и возможно более интересно. Надеюсь, что эти видео вам тоже помогли, и удачи вам в написании ЕГЭ по литературе. Я буду ждать ваших результатов, пишите обязательно в комментариях, можете и какие-то вопросы задавать, пока у нас есть с вами время, и потом писать, что же у вас получилось, как все прошло, и как вам вообще изучение литературы, потому что это вид искусства, и даже несмотря на то, что мы в рамках определенных литературевических концепций это изучаем, все равно литература остается искусством. Я очень рада была провести этот учебный год с вами, удачи вам, успехов, и реализации всех ваших мечт во взрослой жизни. Продолжение следует...